Одри Хёбберн Одри Хёбберн Одри Хёбберн В какой-то момент Одри почувствовала, что не способна совмещать жизнь жены успешного бизнесмена и актрисы. Изначально режиссер, долгое время искавший актрису на роль принцессы, хотел взять Элизабет Тейлор, но компания Мэтра Голдвин Майер, с которой у Тейлор был контракт, не пошла на согласие с Парамоунтом, и об актрисе пришлось забыть. Однако, узнав об Одри, компания Парамоунт решила пойти на риск, выкупить актрису у Associated British, с которой у Одри был подписан контракт. Уже тогда в Парамоунт заметили эту девушку и возлагали на неё большие надежды, и время показало, что они не ошиблись. Теперь непосредственно о фильме. Фильм представляет собой романтическую комедию, сюжетом которой можно считать на сегодняшний день достаточно устаревшим. Одри Хёберн играет здесь приехавшую с официальным визитом в Рим юную принцессу Анну, которая, устав от многочисленных приёмов заранее подготовленными репликами и строгим расписанием, сбегает из своей резиденции. Её находит журналист, который решает показать ей город и в процессе добыть сенсационный материал, интервью и фотографии, за которые он мог бы получить очень неплохой гонорар. Но в процессе знакомства и замечательного времяпрепровождения, журналист Джо узнаёт Аню гораздо лучше и уже не рассматривает её лишь как материал для своей работы. Она становится для него чем-то большим. Сюжет действительно прост, не правда ли? На самом деле он был написан ещё в середине 40-х годов Дальтоном Трамбо и Яном Маклелланом Хантером и предназначался для режиссёра Фрэнка Капры. Но у последнего были проблемы с подбором актёров, и сценарий был отложен, и несколько лет передавался от одного режиссёра к другому, пока Paramount Pictures не вручила его Уильяму Уайлеру. Но фильм входит в сотню лучших любовных киноисторий всех времён совсем не из-за сюжета. История хоть и проста, но даже сегодня она смотрится великолепно и отнюдь не банально. Одри Хёберн и Грэг Пэк просто превосходно играют свою роль. Милая, наивная девушка, наслаждающаяся каждым мгновением свободы, искренняя и доверчивая, она заставляет расчётливого журналиста взглянуть на мир по-иному. Он осознаёт, что существует что-то более важное, чем статья и профессия. Существует тот самый миг, который хочется хранить в сердце, а не делиться им со всем миром. Съёмки фильма проходили в Риме практически в экстремальных условиях, так как на улицах города на тот момент стояла рекордно высокая температура. Осложняло съёмки то, что они проходили в туристический сезон. И люди то и дело собирались вокруг актёров, чтобы посмотреть, как те работают, нарушая антураж. Ведь Аня и Джо по сценарию должны были быть никем не узнаваемы. Но, несмотря на все эти трудности, в сценах, где Одри гуляет по городу, чувствуется это особое искреннее ощущение свободы. В эти минуты актриса действительно наслаждалась свободой и той непосредственностью, с которой играла. А сцена, где она ест мороженое и ни о чём не подозревая общается с журналистом, настолько проста и мила, что не остаётся сомнений в том, что это не просто актёрская игра, а истинная передача чувств самой Одри. Не надо забывать, что на момент 52-го года были очень популярны мультфильмы студии Уолта Диснея. Они начинали задавать некое подобие моды на женскую красоту и сюжеты перевоплощения обычных девушек в принцесс. Многие отмечали, что превращение принцессы Анны в римских каникулах в обычную девушку имеет нечто схожее по сюжету. Правда, в другом направлении. Но более схожа сама Одри Хёберн, если брать стиль одежды её героини, когда она гуляет по городу. Широкая рубашка, белые носочки поверх чулок и туфли без каблуков. Эта одежда определила не только стиль персонажа Одри, но и её собственный, а также положила начало новой моде, которой могла следовать любая девушка. Одри дополнила это широким кожаным ремнём, которым туго затянула свою и без того узкую талию. В купе с ростом в 168 см это создало представление о пропорциях её фигуры, выдуманных диснеевскими мультипликаторами, благодаря чему она стала казаться сказочной героиней. Единственный момент, который выбивается из общей колеи фильма, и это многие отмечали, прощание Джо и Аня, а именно их поцелуи. Многие считают, что он был слишком чувственный и эмоциональный для героини Одри. Именно в этот момент она словно взрослеет на глазах, превращаясь из той непосредственной девушки-сорванца в леди, которая осознаёт, что подошёл к концу самый счастливый день в её жизни, и пора возвращаться из этой сказки в реальность, которой ей суждено прожить. Особое великолепие вызывает последняя сцена фильма. Принцесса Анна принимает журналистов. Немой диалог Ани и Джо рассказывает всё без слов. В сказке герои способны жертвовать ради любви всем, но в этой истории долг Анны превыше всего, и Джо это понимает. Потрясающая сцена с великолепной актёрской игрой, за которую цепляешься и выстраиваешь те самые диалоги, которых на самом деле нет. Актёры превосходно сыграли героев, скрывающих свои эмоции. Героев, каждый из которых отправился каждый в свой мир, сокровенно оберегая в памяти те мгновения счастья, что им удалось пережить. Этот фильм сделал Одри Хёберн знаменитостью и отнял её личную жизнь. Он стал невероятно популярен. Этот сюжет, хоть и не был нов, но благодаря актёрской игре Хёберн и Пэка покорил сердца многих и заставил любить и ценить простые моменты в нашей непростой жизни. Уже не говоря о том, что именно в этом фильме Одри впервые внесла свой вклад в мир моды. В 1981 году в Италии был снят ремейк по мотивам этого фильма «Иноморате Пацио» «Безумно влюблённый» с Адрианом Челентано в роли шофёра автобуса и Арнелло Эмутти в роли принцессы. А в 2008 был снят российский ремейк римских каникул под названием «Всё могут короли» с практически тем же сценарием, только изменено время и место действия современной Санкт-Петербург. В роли журналиста выступил Гоша Куценко, а в роли принцессы Елены Поляковой. Но конечно же римские каникулы останутся неизменной классикой романтического кино, которым можно наслаждаться даже спустя десятки лет. Продолжение следует... Продолжение следует...